Дикхаву Кумара Ватху, История Принца Дикхаву. М.В. 10.2, 3.20. Однажды, монахе, в Варанасе, царем Касе был Брахмадатта, богатый, преуспевающий, с большими владениями, с многочисленными солдатами и колесницами, владеющие обширными территориями с забитыми до отказа арсеналами и амбарами. Дикхите был царем Касалы, бедный, не столь преуспевающий, с небольшими владениями, с небольшим количеством воинов и колесниц, владеющий незначительными территориями с пустыми арсеналами и амбарами. Посему Брахмадатта, царь Касе, снарядив четырехчастную армию, отправился в поход против Дикхите, царя Касалы. Царь Дикхите услышал, Брахмадатта, царь Касе, как говорят, снарядил четырехчастную армию и отправился в поход против царя Дикхите. Тогда он подумал, царь Брахмадатта богатый, преуспевающий, с забитыми до отказа арсеналами и амбарами, тогда как я бедный, не столь преуспевающий, с пустыми арсеналами и амбарами. Я не выдержу даже одной атаки его армии. Почему бы мне заблаговременно не скрыться из города? Тогда, взяв с собой свою первую царицу, он сбежал из города. Тогда царь Брахмадатта, захватив воинов, колесницы, земли, арсеналы и амбары царя Дикхити, завладел ими и установил свою власть. Между тем, царь Дикхити отправился в Варанайсе вместе с царицей и через какое-то время прибыл туда. Там он жил с ней на окраинах Варанайсе в доме Гончара, прикинувшись странником. Вскоре царица забеременела. И забеременев, она пожелала увидеть четырехчастную армию препараде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. Она сказала царю Дикхити, Ваше Величество, я беременна, и у меня такой каприз, я хочу увидеть четырехчастную армию препараде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. Он ответил, моя царица, где же нам взять в наши трудные времена четырехчастную армию при параде во время утренней зари, и воду, используемую для омовения клинков? Если я не получу этого, Ваше Величество, я умру». В то время Брахман, советник царя Брахмадатты, был другом царя Дикхитти. Потому царь Дикхитти отправился к нему и по прибытии сказал, «Твоя давняя знакомая беременна, и по беременности хочет исполнить такой свой каприз, она хочет увидеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков». «В таком случае, позволь мне увидеть ее». Так царица отправилась к советнику царя Брахмадатты. Когда он увидел ее издали, он встал со своего сиденья, перекинул одежды на одно плечо и подняв руку в приветствии, воскликнул три раза, «Царь Касалы пришел в твое чрево! Царь Касалы пришел в твое чрево! Не беспокойся, моя царица! Ты увидишь четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпьешь воды, используемой для омовения клинков». Тогда он отправился к царю Брахмадатты по прибытии и сказал ему, «Ваше Величество, знамение пришло, что завтра на заре следует выстроить четырехчастную армию при параде и мыть клинки. Посему царь Брахмадатты приказал своим людям, «Я приказываю, сделайте так, как говорит Брахман-советник». Таким образом, главная супруга царя Дикхити увидела четырехчастную армию при параде во время утренней зари и испила воды, используемой для омовения клинков. Затем она родила сына, которого назвали Дикхаву, «Долгая жизнь». Прошли годы и принц Дикхава вырос и стал самостоятельным. Царь Дикхити подумал, «Царь Брахмадатты из Каси причинил нам большой вред. Он захватил наши армии, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Если он узнает о нас, он убьет всех нас троих. Почему бы мне не отправить принца за пределы города?» Так принц покинул город, жил за его пределами и обучился разным ремеслам. В то время Бродобрей царя Дикхити перешел на сторону царя Брахмадатты. Он видел, что царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси в доме Гончара, притворяясь странником. Увидев его, он пошел к царю Брахмадатты по прибытии и сказал ему, «Ваше Величество, царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси в доме Гончара, притворяясь странником. Посему царь Брахмадатта приказал своим людям, «Я приказываю, схватите царя Дикхити вместе с царицей». Как скажете, Ваше Величество, и Тверя Дикхити схватили вместе с супругой. Тогда царь Брахмадатта приказал своим людям, я приказываю, скрутите Тверя Дикхити и его супругу крепкой веревкой, так чтобы их руки были плотно связаны за спиной, постригите их на лысо, водите их под дробь звонкого барабана по улицам, от перекрестка до перекрестка, введите их через южные ворота и там, на юге от города, разрубите их на четыре части и закопайте в ямах, расположенных в четырех направлениях. Как скажете, и люди Тверя Брахмадатты скрутили Тверя Дикхити и его супругу прочной веревкой, плотно завязав им руки за спиной, побрили их на лысо и водили по улицам города под дробь звонкого барабана, от перекрестка до перекрестка. В то время мысль пришла к принцу Дикхаву, давно я не видел своих отца и мать. Что если я отправлюсь повидать их? Так он вошел в город Варанаси и увидел отца и мать, скрученных веревкой, с плотно завязанными руками за спиной, побритыми на лысо головами, которых водили по улицам под дробь звонкого барабана, от перекрестка до перекрестка. Принц подошел к ним. Царь Дикхити, увидев принца Дикхаву издалека, закричал, «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отмщение не сякнет за счет отмщения! Месть иссякает за счет прощения!» Когда он выкрикнул это, люди сказали ему, «Царь Дикхити сошел с ума! Он бредит! Кто такой Дикхаву? Почему он говорит, «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отмщение не сякнет за счет отмщения! Месть иссякает за счет прощения! Я не сумасшедший и не в бреду! Тот, кто знает, тот поймет!» И тогда во второй раз, в третий раз он закричал, «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отмщение не сякнет за счет отмщения! Месть иссякает за счет прощения. И в третий раз люди сказали ему, царь Дикхити сошел с ума. Он бредит. Кто такой Дикхаву? Почему он говорит, не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным? Не будь близоруким. Ведь отмщение не ссякнет за счет отмщения. Месть иссякает за счет прощения. Я не сумасшедший и не в бреду. Тот кто знает, тот поймет. Тогда люди царя, проведя под дробь звонкого барабана царя Дикхити и его супругу по улицам, от перекрестка до перекрестка, вывели их через южные ворота, и там, на юге от города, они разрубили их на четыре части и закопали в ямах, расположенных в четырех направлениях, и, установив стражу, ушли. Тогда принц Дикхаву купил варанайсовые пивки и подпоил стражников. Когда они пьяными рухнули на землю, он собрал хворост, сложил костер, водрузил тело матери и отца на него и поджег, а затем он обошел костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. В то время царь Брахмадатта вышел на террасу на крыше своего дворца. Он увидел, как принц Дикхаву обходит костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. И он подумал, несомненно, это либо близкий родственник, либо кто-то из родниц в ряде Дикхити. Ах, как жаль, что никто не может объяснить мне, что все это значит. Тогда принц Дикхаву, убежав в лес, плакал и рыдал, так долго, пока не кончились слезы, а затем отправился обратно варанайся. Отправившись к загону для слонов, что рядом со дворцом царя, он сказал главному дрессировщику слонов, учитель, я бы хотел научиться этому ремеслу. Ну что же, молодой человек, пусть будет так. Затем, проснувшись в последней страже ночи, принц Дикхаву запел красивым голосом и заиграл на флейте в загоне для слонов. Царь Брахмадатта, который также проснулся в это время, услышал красивое пение и звуки флейты в загоне для слонов. Услышав, он спросил своих людей, кто это встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов? Ваше Величество, это молодой человек, ученик такого-то и такого дрессировщика слонов встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов. Тогда я приказываю, схватите этого молодого человека. Как прикажете, Ваше Величество и они пошли и схватили принца Дикхаву. Тогда царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву, это ты вставал в прошлую последнюю стражу ночи, красиво пел и играл на флейте в загоне для слонов? Да, Ваше Величество. Тогда я приказываю, мой дорогой друг, пой и играй на флейте. Как пожелайте, Ваше Величество, и чтобы завоевать расположение царя, принц Дикхаву стал красиво петь и играть на флейте. Тогда царь Брахмадатта сказал ему, я приказываю, ты, мой дорогой друг, останешься и будешь служить мне. Как скажете, Ваше Величество, ответил принц. Он вставал утром до того, как просыпался царь Брахмадатта, ложился вечером после него, выполнял все, что царь пожелает, делал всегда так, чтобы угодить ему, говорил с ним вежливо. И вскоре принц Дикхаву утвердился у царя Брахмадатта в доверии. Однажды царь Брахмадатта сказал принцу, я приказываю, мой дорогой друг, запряги колесницу. Я отправляюсь на охоту. Как скажете, Ваше Величество, ответил принц, приготовил колесницу и сказал царю, ваша колесница готова, Ваше Величество. Можете отправляться, когда пожелаете. Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхаву взялся за упряж. Он сделал так, что свита царя поехала одной дорогой, а колесница с царем – другой. Затем, когда они отъехали достаточно далеко, царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву, я приказываю, мой дорогой друг, распряги коней. Я устал. Я хочу прилечь. Как скажете, Ваше Величество и принц распряг коней и сел со скрещенными ногами на землю. Тогда царь Брахмадатта прилег, положив голову на ладонь принца Дикхаву. Поскольку он устал, то быстро заснул. Принц Дикхава подумал, этот царь Брахмадатта искайся причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить. Он вытащил свой меч из ножен. Но затем он подумал, мой отец сказал мне перед смертью, не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным. Не будь близоруким. Ведь отмщение не иссякнет за счет отмщения. Месть иссякает за счет прощения. Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. Посему он убрал меч обратно в ножны. Во второй раз, в третий раз принц Дикхава подумал, этот царь Брахмадатта искайся причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить. Он вытащил свой меч из ножен. Но затем он подумал, мой отец сказал мне перед смертью, не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным. Не будь близоруким. Ведь отмщение не иссякнет за счет отмщения. Месть иссякает за счет прощения. Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. И опять он убрал меч обратно в ножны. Тогда царь Брахмадатта внезапно проснулся, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества. Принц Дикхаву сказал ему, Ваше Величество, почему вы внезапно проснулись, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества? Только что мне приснился сон, будто бы принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы, зарубил меня мечом. Тогда принц Дикхаву, схватив царя Брахмадатту за голову своей левой рукой и вытащив меч из ножен правой, сказал, Я, Ваше Величество, тот самый принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы. Вы причинили нам большой вред. Захватили наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. И вы убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить. Посему царь Брахмадатта, припав головой к ногам принца Дикхаву, сказал, Даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву. Даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву. Кто я такой, чтобы даровать жизнь Вашему Величеству? Это Ваше Величество должно даровать жизнь мне. Тогда, мой дорогой Дикхаву, ты даруешь мне мою жизнь, а я дарую тебе твою. Тогда царь Брахмадатта и принц Дикхаву даровали друг другу своей жизнью, взяв друг друга за руки, дали клятву не причинять друг другу вреда. Тогда царь Брахмадатта сказал принцу, в таком случае, мой дорогой Дикхаву, запрягай колесницу. Мы поедем. Как скажете, Ваше Величество, ответил принц, приготовил колесницу и сказал царю, Ваша колесница готова, Ваша Величества. Можете отправляться, когда пожелаете». Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхава взялся за упряж. Он поехал так, что вскоре они встретились со свитой царя. Тогда царь Брахмадатта, въехав в Варанасе, собрал советников и министров и сказал им, «Если бы увидели принца Дикхаву, сына Дикхите, царя Касалы, что бы вы с ним сделали?» Разные министры отвечали, «Мы бы отрезали ему руки, Ваше Величество, мы бы отрезали ему ноги, Ваше Величество, мы бы отрезали ему руки и ноги, Ваше Величество, мы бы отрезали ему уши, Ваше Величество, мы бы отрезали ему нос, Ваше Величество, мы бы отрезали ему уши и нос, Ваше Величество, мы бы отрубили ему голову, Ваше Величество». Тогда царь сказал, «Вот принц Дикхаву, сын Дикхите, царя Касалы. Я запрещаю вам сделать с ним что-либо. Им дарована мне моя жизнь, и я даровал ему его жизнь». Затем царь Брахмадатта сказал принцу, «Твой отец кричал тебе перед смертью, не будь, «Мой дорогой Игихаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отмщение не сякнет за счет отмщения! Месть иссякает за счет прощения! Почему он так сказал? Мой отец сказал мне перед смертью, не будь дальновидным, не питая отмщения в течение долгого времени, вот что он мне сказал перед смертью! И когда он сказал, не будь близоруким, не спеши с разрушением дружбы, вот что он мне сказал перед смертью! И он сказал, ведь отмщение не сякнет за счет отмщения! Месть иссякает за счет прощения. И вы убили моего отца и мать. Если бы я лишил ваше величество жизни, то те, кто заботился о вашем благополучии, лишили бы жизни меня. А те, кто заботился о моем благополучии, лишили бы жизни их, и таким образом отмщение не иссякло бы за счет отмщения. Но теперь, когда я даровал вашему величеству жизнь, а ваше величество даровало жизнь мне, месть иссякла за счет прощения. Вот о чем говорил мой отец перед смертью. Тогда царь Брахмадатта сказал, как поразительно, как восхитительно, как мудр принц Дикхаву, что он смог понять так полно то, что его отец сказал коротко. Итак царь возвратил принцу войска его отца, колесницы, земли, арсеналы и амбары, и выдал за него свою дочь. Такова, монахи, терпимость и доброта царей, владеющих скипетром, владеющих мечом. Посему пусть свет озарит ваш жизненный путь, так чтобы и вы, наделенные Дхамой и Винаей, были бы равны им в терпимости и доброте. В то время два брата, монаха, по имени Емелу Итикула, брахманы по рождению, обладали прекрасным даром речи и превосходным произношением. Они отправились туда, где находился Благословенный, и, по прибытии, поклонившись ему, сели рядом. Затем они обратились к Благословенному, в настоящее время, учитель, монахи разных имен, разных линий наследственности, разных рождений, разных фамилий. Или ушли в бездомную жизнь, оставив жизнь домохозяина. Они искажают слово Будды, повторяя его на своем диалекте. Пусть Благословенный разрешит излагать слово Будды в строфах, на санскрите, один. О неразумный, как вы можете говорить так, пусть Благословенный разрешит излагать слово Будды в строфах, на санскрите? Это не поспособствует появлению веры у тех, у кого ее нет, или увеличению веры у тех, у кого она есть. Напротив, это поспособствует не появлению веры у тех, у кого ее нет, или уменьшению веры у тех, у кого она есть. И когда Благословенный покритиковал этих монахов, он произнес проповедь под хами, а после обратился к монахам и сказал, «Я запрещаю вам, монахи, излагать слово Будды в строфах, на сэнскрите. Тот, кто сделает так, будет виновен в нарушении дукаты. Я разрешаю вам, монахи, каждому изучать слово Будды на своем родном диалекте». 1. Чхандаса Рэпема, по замечанию Риса Двица, эти слова, судя по всему, относятся к обозначению раннего сэнскрита. Это подтверждается, во-первых, антитезой на своем диалекте. Во-вторых, слово Чхандаса в Панине, всегда используется для обозначения смысла, на ведическом диалекте. В-третьих, это подтверждается фразой Брахмана по рождению. В-четвертых, это соответствует традиционной трактовке. Будда Госса пишет, Чхандаса Рэпема Тиви Ведам Вьясакатабхаса Эваканама Гамарапема. Саката здесь, это, конечно же, означает, сэнскрита. И тогда Благословенный, окруженный большим собранием монахов, во время объяснения Дхаммы, чихнул. Монахи разразились громкими выкриками, долгой жизни нашему благословенному учителю. Долгой жизни достигшему блага, таким образом, проповедь была прервана этим шумом. Тогда Благословенный обратился к монахам, монахе, если кто-либо чихнет, а другой ему скажет, долгой тебе жизни. То повлияет ли это на то, будет ли он жить, или умрет? Нет, учитель. Я запрещаю вам, монахе, когда кто-либо чихнул, выкрикивать долгой тебе жизни. Кто так сделает, будет виновен в нарушении дукаты. И тогда, когда монахи чихали, люди обращались к ним, долгой вам жизни, достопочтенные. А монахи, боясь совершить нарушение, не отвечали. Люди ворчали, были недовольны и возмущены, как эти сыны сакьев могут молчать, когда им говорят, долгой вам жизни, достопочтенные. Монахи рассказали об этом благословенному. И он сказал, о, монахи, миряне привязаны к суверным фразам. Я разрешаю вам, монахи, отвечайте вам долгой жизни, если миряне говорят вам, долгой вам жизни, достопочтенные. Амбопали Личхави Ваттху, Амбопали Личхави. ЧВ 6.30. И тогда куртизанка Амбопали услышала, что благословенный прибыл в Категаму. И она приказала снарядить превосходные колесницы, и, взобравшись на одну из них, отправилась и зависали на своей превосходной колеснице, чтобы навестить благословенного. Она ехала, покуда дорога была проходимой, а затем спешилась и пошла пешком к тому месту, где пребывал благословенный. Подойдя, она поклонилась ему и села рядом. И тогда, после того, как благословенный наставил, призвал, воодушевил и порадовал куртизанку Амбопали беседой от Хамми, она обратилась к нему, пусть благословенный вместе с Сангхой монахов согласится принять приглашение на завтрашний обед. Благословенный молча согласился. Когда куртизанка Амбопали поняла, что приглашение принято, она поднялась со своего сиденья, поклонилась благословенному, и, обойдя его с правой стороны, ушла. И вот Личхави и Звисали услышали, что благословенный прибыл в Категаму. И Личхави и Звисали приказались нарядить превосходные колесницы, и, взобравшись на них, они отправились и Звисали на своих превосходных колесницах, чтобы навестить благословенного. Некоторые из Личхави были темными, темными цветом, носившими темные одежды и украшения. Некоторые из них были светлыми, светлыми цветом, носившими светлые одежды и украшения. Некоторые из них были красными, красными цветом, носившими красные одежды и украшения. Некоторые из них были белыми, бледными цветом, носившими белые одежды и украшения. И куртизанка Амбопали подъехала к ним вплотную, дышла к дышлу, упряжка к упряжке, колесо к колесу, ось к ося. И те Личхави сказали куртизанки Амбопали, что это ты, Амбопали, вплотную подъехала к юным Личхаве, дышла к дышлу, упряжка к упряжке, колесо к колесу, ось к ося. Почтенный, я только что пригласила благословенного сангха и монахов ко мне на завтрашний обед. Амбопали, отдай нам право на этот обед за сто тысяч. Почтенный, даже если бы вы предложили мне весь Висали со всеми прилегающими к нему землями, я бы не отдала право на этот обед. И тогда Личхаве щелкнули пальцами, сказав, «Эта женщина превзошла нас! Эта женщина обошла нас!» И затем Личхаве отправились к тому месту, где пребывал благословенный. И благословенный, завидев их издалека, обратился к монахам, «О, монахи, пусть тот из вас, кто никогда не видел божеств мира Таватимса, пристально рассмотрит эту кампанию Личхаве, узрит эту кампанию Личхаве, сопоставит эту кампанию Личхаве с божествами мира Таватимса». И Личхаве ехали, покуда дорога была проходимой, а затем спешились и пошли пешком к тому месту, где пребывал благословенный. Подойдя, они поклонились ему и сели рядом. И затем они сказали благословенному, «Господин, пусть благословенный вместе с Сангхой и монахов согласится принять приглашение на завтрашний обед». Благословенный ответил, «О, Личхаве, я уже дал согласие на завтрашний обед куртизанки Амбапали». И благословенный, побыв в Категаме столько, сколько считал нужным, отправился в Нитику. Там, в Нитике, он пребывал в кирпичной зале. И когда ночь уже подходила к концу, куртизанка Амбапали приказала приготовить в своем парке превосходную твердую мягкую пищу, и объявила благословенному, «Господин, время пришло, кушанье готово». И благословенный, рано утром одевшись, взял чашу, накинул верхние одеяния, и отправился в парк Амбапали. По прибытии, он, вместе с монахами, сел на приготовленные сидения. И тогда куртизанка Амбапали собственноручно обслужила Сангху монахов во главе с Буддой превосходной твердой и мягкой пищей. И когда благословенный закончил кушать и отчистил руки и чашу, куртизанка Амбапали села рядом. И тогда она обратилась к благословенному, «О, Господин, пусть благословенный вместе с Сангхой монахов примет в дар эту рощу Амбапали». Благословенный принял в дар этот парк. И затем благословенный, наставив, призвав, во душу и виве порадовав куртизанку Амбапали беседой о Дхаме, поднялся со своего сиденья и отправился в Махавану. Там он проживал в Висале, в Махаване, в зале Кутагара. Анатхапиндика Ваттху, об Анатхапиндике. ЧВ 6.4. В то время домохозяин Анатхапиндика был мужем сестры казначей Раджагахи. И вот домохозяин Анатхапиндика отправился в Раджагаху по некоторым делам. В то время Сангхова главе с Буддой была приглашена казначеем Раджагахи на завтрашний обед. И казначей Раджагахи приказал своим рабам и слугам, вставайте завтра рано утром и готовьте рисовую кашу, готовьте рис, готовьте карри, готовьте лакомства. И домохозяин Анатхапиндика подумал, прежде не случалось такого, чтобы когда я приезжал, этот домохозяин откладывал все дела и обменивался со мной вежливыми приветствиями. А теперь он выглядит возбужденным, раздает приказы своим рабам и слугам. Как такое может быть? Он женится, или выдает кого замуж, или готовится к великому жертвованию, или он пригласил царя Магадхи Синию Бенбисару вместе со свитой на завтрашний обед? И когда казначей Раджагахи раздал указания рабам и слугам, он отправился к домохозяину Анатхапиндики и, обменявшись с ним вежливыми приветствиями, сел рядом. И тогда Анатхапиндика обратился к нему и рассказал о своих предположениях. Нет, я не женюсь, не выдаю никого замуж, а домохозяин, и не приглашал я царя Магадхи Синию Бенбисару на завтрашний обед. Но я готовлюсь к великому жертвованию Санхи вместе с Буддой во главе, что приглашена ко мне в дом завтра на обед. О домохозяин, ты сказал Будда? Да, именно так, я сказал Будда. О домохозяин, ты сказал Будда? Да, именно так, я сказал Будда. О домохозяин, ты сказал Будда? Да, именно так, я сказал Будда. О домохозяин, редко в мире удается даже заслышать слово Будда, что уж говорить о встрече с ним. Неужели будет у нас возможность в это самое время пойти и навестить Благословенного, Архата, самого Будду? Сейчас, а домохозяин, неподходящее время для того, чтобы навещать Благословенного. Но завтра рано утром ты можешь пойти и навестить его». И тогда Анатхопиндика, обдумывая свой предстоящий визит, так много думал о Будде, что когда лег спать, то три раза просыпался ночью, полагая, что уже наступил рассвет. И вот домохозяин Анатхопиндика подошел к воротам, ведущим в Ситавану, и давай открыли ворота. Когда он вышел за пределы города, свет исчез, нашла густая тьма, так, что в нем возник страх, трепет и оцепенение охватили его, и он решил вернуться назад. И тогда Якуха Сивака, будучи сам невидимым, сделал так, чтобы был слышен голос, и сказал, сто слонов, сто жеребцов, и сто повозок с мулами, сто тысяч дев в прекрасных украшениях, не стоите шестнадцатые шага вперед. Иди же, а домохозяин, иди, не отступай, во благо же свое. И тогда тьма рассеялась пред домохозяином Анатхопиндикой, и возник яркий свет. Страх, трепет и оцепенение исчезли. И во второй раз, и в третий раз нашла густая тьма, так что в нем возник страх, трепет и оцепенение охватили его, и он решил вернуться назад. И тогда Якуха Сивака, будучи сам невидимым, сделал так, чтобы был слышен голос, и сказал, сто слонов, сто жеребцов, и сто повозок с мулами, сто тысяч дев в прекрасных украшениях, не стоите шестнадцатые шага вперед. Иди же, а домохозяин, иди, не отступай, во благо же свое. И тогда тьма рассеялась пред домохозяином Анатхопиндикой, и возник яркий свет. И вот Анатхопиндика прибыл в Ситавану. В то время благословенный, поднявшись рано утром, медитируя, ходил на открытом воздухе вперед-назад. Издали увидев домохозяина Анатхопиндику, он ушел с того места, где ходил вперед-назад, и сел на приготовленное сидение. И затем он обратился к домохозяину Анатхопиндики, «Подойди же, Судатта». И тогда Анатхопиндика, радостный и счастливый от мысли, что благословенный обратился к нему по имени, подошел туда, где сидел благословенный. И, поклонившись ему, упал ему в ноги и сказал, «Надеюсь, господин спал спокойно». Будда ответил, «Всегда, всегда он спит спокойно, брахман, что полностью освобожден, не лнет он к чувственным усладам, и обретению всех лишен, нашел успокоение». Порвав все путы и подавив в сердце страх, остывший, спит он спокойно, обретя в уме покой. И затем благословенный дал ему последовательное наставление, о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, объяснил опасность, тщетность и порочность чувственных наслаждений и преимущества отречения. И когда благословенный увидел, что его ум был готовым, гибким, лишенным помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил ему высочайшее учение, свойственное только Буддам, то есть о страдании, причине, страдании, прекращении пути. И подобно тому, как чистая ткань, с которой были смыты все пятна, стала готовой к покраске, то точно так же домохозяин Анатхапиндика, сидя прямо на том самом месте, обрел чистые незапятненные ука истины, то есть понимание, что все, что возникает, подвержено распаду. Так домохозяин Анатхапиндика увидел, постиг, пережил и проникнул в Дхамму, вышел за пределы сомнений и обрел совершенную веру в учении Будды, не полагаясь в этом на кого-либо иного со стороны. И он обратился к Благословенному, «Великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Благословенный, различными способами, прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. И пусть Благословенный вместе с Санкт-Химонахов примет мое приглашение на завтрашний обед». Благословенный своим молчанием подтвердил согласие. И когда домохозяин Энадхапиндика понял, что приглашение принято, он поднялся со своего сиденья, поклонился Благословенному, и, обойдя его с правой стороны, ушел. И вот Казначираджагахи услышал, что Санкт-Химонахов во главе с Буддой приглашена домохозяином Энадхапиндикой на завтрашний обед. И он обратился к домохозяину Энадхапиндике, говорят, «А домохозяин, что ты пригласил Санкт-Химонахов во главе с Буддой на завтрашний обед? Но ты здесь гость. Я дам тебе средства, чтобы ты обеспечил пищей Санкт-Химонахов во главе с Буддой. Не нужно, А домохозяин, у меня есть достаточно средств для этого». И вот Городоначальник Раджагахи услышал, что Санкт-Химонахов во главе с Буддой приглашена домохозяином Анатхапиндикой на завтрашний обед. И он обратился к домохозяину Анатхапиндике, говорят, а домохозяин, что ты пригласил сангху монахов во главе с Буддой на завтрашний обед. Но ты здесь гость. Я дам тебе средства, чтобы ты обеспечил пищей сангху монахов во главе с Буддой. Не нужно, а почтенный, у меня есть достаточно средств для этого. И вот царь Магадхи, Синния Бенбисара услышал, что сангха монахов во главе с Буддой приглашена домохозяином Анатхапиндикой на завтрашний обед. И он обратился к домохозяину Анатхапиндике, говорят, а домохозяин, что ты пригласил сангху монахов во главе с Буддой на завтрашний обед? Но ты здесь гость. Я дам тебе средства, чтобы ты обеспечил пищей сангху монахов во главе с Буддой. Не нужно, а царь, у меня есть достаточно средств для этого. И тогда домохозяин Анатхапиндика, когда ночь уже подходила к концу, подготовил в доме Казначейра Джагая превосходную твердую мягкую пищу, и объявил благословенному, господин, время пришло, кушанье готово. И благословенный, рано утром одевшись, взял чашу, накинул верхнее одеяние, и отправился к дому Казначейра Джагахи. По прибытии, он, вместе с монахами, сел на приготовленные сидения. И тогда домохозяин Анатхапиндика собственноручно обслужил сангху монахов во главе с Буддой превосходной твердой и мягкой пищей. И когда благословенный закончил кушать и очистил руки и чашу, Анатхапиндика сел рядом. И тогда он обратился к благословенному, пусть благословенный согласится провести сезон дождей в Саваттхе вместе с сангхой монахов. Домохозяин, татхагаты любят уединение. Я понял, а благословенный, я понял, а достигший блага. И тогда благословенный, наставив, призвав, воодушевив и порадовав домохозяина Анатхапиндика беседой от хами, поднялся со своего места и ушел. В то время у домохозяина Анатхапиндики было много друзей и знакомых его мнений уважали. Завершив все дела в Раджагахе, он отправился в Саваттхе, и по пути наставлял людей «Стройте жилища, достопочтенные, и залы для отдыха, готовьте дары». Будда появился в мире, и этот благословенный был приглашен мною, и он пройдет этой дорогой. И те люди сделали так, как им было сказано. И когда домохозяин Анатхапиндика прибыл в Саваттхе, он изучил все окрестности, рассуждая, как же мне найти место, где мог бы остановиться благословенный, не слишком далекый от города и не слишком близкий, удобный для того, чтобы входить и выходить, куда легко могли бы добраться желающие навестить его, и чтобы днем здесь было не слишком людно, а ночью не слишком шумно и тревожно, не слишком ветрено, спрятано от глаз людских, подходящий для уединенной жизни. И вот Анатхапиндика увидел, что сад принца Джетта имеет все эти преимущества. И увидев это, он отправился к принцу Джетта и сказал ему, почтенный, позволь мне купить твой сад для постройки монастыря. Почтенный, сад не для продажи, даже если весь его покроешь золотыми монетами, что лежат вплитык друг к другу. Почтенный, я беру сад по этой цене. Нет, а домохозяин, я не имел в виду, что готов торговаться. И тогда они отправились к судьям, чтобы разрешить спор, состоялся ли торг или же нет. И судьи решили так, сад продан по указанной цене. И тогда домохозяин Анатхапиндика привез телеги, груженные золотом, и покрыл Джеттавану монетами так, что они лежали вплитык друг к другу. Но с первого раза золота не хватило, чтобы закрыть небольшой участок у ворот. И тогда домохозяин Анатхапиндика приказал слугам привезти еще золото, сказав, что покроет этот участок так же. И тогда мысль пришла к принцу Джетте, не просто так этот домохозяин готов растратить так много золота. И он сказал домохозяину Анатхапиндике, довольно, а домохозяин? Не нужно покрывать этот участок. Позволь мне оставить его, и это будет моим подарком. И тогда домохозяин Анатхапиндика подумал, этот принц Джетта очень известен и знаменит. Великое благо оказало бы этому учению дисциплине приверженность такого известного человека. И он отдал этот участок принцу Джетте. И принц Джетта воздвиг здесь врата с комнатой над ними. А домохозяин Анатхапиндика построил жилые помещения, уборные, кладовые, залы обслуживания, залы с каминами, хранилища, туалеты, келья, залы для медитаций, колодцы, сарай для колодцев, купальни с предбанниками, пруды, открытые сараи. Сангхапхидака кхэндхака, глава Иерасколи Сангхи. Че в семь три, четыре десять. И Дивадатта отправился к принцу Аджатасату и сказал ему, в прежние времена, принц, люди жили долго, но теперь короток срок их жизни. Поэтому может произойти так, что твой срок выйдет, «Пока ты еще принц. Так что, давай же, принц, убей своего отца, и ты сможешь стать царем. А я убью благословенного и стану Буддой». И принц Аджатасату подумал, этот достойный Дивадатты наделен могущественными силами и величием. Он знает, что правильно. И, пристегнув к бедру кинжал, он, в порыве ярости, хотя испуганный, взволнованный, возбужденный и встревоженный, в неожиданный час ворвался в покой царя. И когда министры, ожидавшие приема в царских покоях, увидели его, то схватили его. И тогда, обыскав, они нашли у него кинжал, пристегнутый к бедру. И они спросили, «О, принц, что ты задумал? Я хотел убить своего отца. И кто же подбил тебя на такое? Достойный Дивадатта». И тогда одни министры стали советовать так, нужно убить принца Дивадатту и всех монахов. Другие министры стали советовать так, не нужно убивать монахов, ведь они невиновны, но нужно убить принца и Дивадатту. Третьи стали советовать так, ни принца, ни Дивадатту, ни монахов убивать нельзя. Но нужно рассказать об этом царю, и сделать так, как он прикажет. И тогда министры, взяв с собой принца, отправились к царю Магадхе, к Сине и Бембисаре, и рассказали ему о случившемся. И царь спросил, друзья, и какие советы давали министры? Они рассказали ему, и царь ответил, какое отношение, друзья, может иметь Будда, Тхама или Сангха ко всему и Атаму? Не обнародовал ли благословенный во всей Раджагахе постановление насчет Дивадатты о том, что раньше он был одним, а теперь стал другим, и чтобы он не сделал словом или делом, ни Будда, ни Дхама, ни Сангха не будут иметь к этому отношения, но будет лишь только сам Дивадатта. И тогда те министры, что советовали убить принца Дивадатту и всех монахов, лишились своих должностей. Те министры, что советовали убить принца и Дивадатту, были понижены в должностях. Те министры, что советовали не убивать ни принца, ни Дивадатту, ни монахов, но известить о случившемся царя и сделать так, как он прикажет, были повышены в должностях. И царь Магадхи, Синния Бенбисара, сказал принцу Аджатасату, почему ты хотел убить меня, о принц? Я хочу царства, великий царь. Если хочешь царства, о принц, то пусть оно станет твоим. И он передал царство принцу Аджатасату. Один. Тогда Дивадатта отправился к принцу Аджатасату и сказал, о царь, отдай такие-то приказы своим людям, чтобы я смог лишить отшельника Гатаму жизни. И царь Аджатасату отдал приказы своим людям, все, что достойный Дивадатта скажет вам, то и делайте. И тогда Дивадатта приказал одному из людей, иди, друг мой, отшельник Гатама пребывает в таком-то месте. Убей его и возвращайся назад вот этой дорогой. И затем на этой дороге он разместил двух людей, сказав им, когда вы увидите, как-то человек идет по этой дороге, убейте его, и возвращайтесь назад этой дорогой. И затем на этой дороге он разместил четырех людей, сказав им, когда вы увидите, как те двое человек идут по этой дороге, убейте их, и возвращайтесь назад этой дорогой. И затем на этой дороге он разместил восьмерых людей, сказав им, когда вы увидите, как те четыре человека идут по этой дороге, убейте их, и возвращайтесь назад этой дорогой. И затем на этой дороге он разместил шестнадцать человек, сказав им, когда вы увидите, как те восемь человек идут по этой дороге, убейте их, и возвращайтесь назад этой дорогой. И тот человек взял щит и меч, повесил на спину лук и колчан, и отправился к тому месту, где пребывал Благословенный. И когда до Благословенного оставалось дойти лишь чуть-чуть, его охватил ужас, волнение, возбуждение и тревога, и он замер в остолбенении. Благословенный, увидев его, обратился к нему, иди же сюда, друг, не бойся. И тот человек положил меч и щит, снял лук и колчан, подошел к Благословенному, упав ему в ноги, сказал, проступок совершил я, господин, из-за своей безрассудности, своей глупости, своей нечестивости, состоящей в том, что я пришел сюда со злым и кровожадным намерением. Пусть Благословенный примет мое признание этого проступка, так чтобы впредь я мог сдерживать себя от подобного. В самом деле, друг, проступок совершил ты из-за своей безрассудности, своей глупости, своей нечестивости, состоящей в том, что ты пришел сюда со злым и кровожадным намерением. Но поскольку ты видишь в своем проступке проступок, и в надлежащее время исправляешься, то мы принимаем твое признание. Ибо таково, друг, совершенствование в этой дисциплине благородных, когда кто-либо видит свой проступок как проступок, и в надлежащее время исправляется, становится способным впредь сдерживать себя от подобного. И тогда Благословенный дал ему последовательное наставление о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, объяснил опасность, тщетность и порочность чувственных наслаждений и преимущества отречения. И когда Благословенный увидел, что его ум был готовым, гибким, лишенным помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил ему высочайшее учение, свойственное только Буддам, то есть о страдании, причине страданий, прекращении пути. И подобно тому, как чистая ткань, с которой были смыты все пятна, стала готовой к покраске, то точно так же этот человек, сидя прямо на том самом месте, обрел чистые незапятненные ока истины, то есть понимание, что все, что возникает подвержено распаду. Так он увидел, постиг, пережил и проникнул в Дхамму, вышел за пределы сомнений и обрел совершенную веру в учении Будды, не полагаясь в этом на кого-либо иного со стороны. И он обратился к Благословенному, «Великолепно, господин! Великолепно! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же Благословенный, различными способами, прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в Благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть Благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. И Благословенный сказал ему, «Не ходи, друг, обратно этой дорогой! Иди вот этой дорогой!» И так направил его назад по другой дороге. И тогда два человека подумали, где же этот человек, что должен пойти по этой дороге? Что-то он долго задерживается. И они, отправившись вперед на его поиски, увидели Благословенного, сидящего у подножья одного из деревьев. Увидев его, они подошли, поприветствовали его, и сели рядом. И тогда Благословенный дал им последовательное наставление о щедрости, нравственности. С этого дня и на всю жизнь. И Благословенный сказал им, «Не ходите, друзья, обратно этой дорогой! Идите вот этой дорогой!» И так направил их назад по другой дороге. И тогда четыре человека подумали. И тогда восемь человек подумали. И тогда шестнадцать человек подумали, где же эти восемь человек, что должны пойти по этой дороге? Что-то они долго задерживаются. И они, отправившись вперед на их поиски, увидели Благословенного, сидящего у подножья одного из деревьев. Увидев его, они подошли, поприветствовали его, и сели рядом. И тогда Благословенный дал им последовательное наставление о щедрости, нравственности. С этого дня и на всю жизнь. И Благословенный сказал им, «Не ходите, друзья, обратно этой дорогой! Идите вот этой дорогой!» И так направил их назад по другой дороге. И то человек вернулся к Девадатти и сказал ему, «Господин, я не могу лишить жизни Благословенного. Велика сила сверхспособностей, два, и могущество Благословенного. Достаточно, друг. Тебе не нужно делать этого. Я сам убью Благословенного». И в то время Благословенный Медитир выходил вперед-назад в тени горы, называемой вершиной ястребов. И Девадатта забрался на вершину ястребов и сбросил вниз огромный валун с намерением лишить Благословенного жизни. Но два гористых утеса сошлись вместе и остановили валун, и только лишь осколок, отколовшийся от валуна, ранил ступню Благословенного. Тогда Благословенный, посмотрев вверх, сказал Девадатте, огромно, а глупец, свершенный тобой злодеяни, что с таким злым и кровожадным намерением ты сделал так, что потекла кровь Тадхагаты. И Благословенный сказал монахам, «Это первый раз, когда Девадатта создал каму, что даст в будущем незамедлительный результат». Т.е. когда он со злым и кровожадным намерением сделал так, что потекла кровь Татхагаты. И монахи, услышав, что Девадатта добивается смерти Благословенного, стали ходить вокруг Вихары, высоко и громко декламируя Тхамму ради защиты и сохранности Благословенного. Услышав этот шум, Благословенный спросил Достопочтенного Ананду о том, что это было. Когда Ананда объяснил, Благословенный сказал, в таком случае, Ананда, позови монахов от моего имени так, учитель зовет вас, друзья. И после того, как он сделал так, монахи пришли, поклонились Благословенному и сели рядом. И затем Благословенный обратился к монахам, монахи, не существует такой возможности, не может произойти так, чтобы Татхагаты лишился жизни в результате действия, предпринимаемого кем-либо, кроме него самого. Татхагаты, а монахи, угасают в момент смерти в должное время согласно закону природы. Поэтому, монахи, отправляйтесь каждый в свою Вихару, Татхагатам не нужна защита. 1. В ДН 2 Саманьябхала Сутти утверждается, что в итоге принц Аджатасата убил своего отца, тем самым свершив одно из пяти самых страшных злодеяний. Этот поступок не позволил ему после проповеди Будды стать вступившим в поток, а после смерти стал причиной его рождения в аду. 2. Иттхи. В ДН 11 Киваттха Сутти Будда говорит, что существует три вида чудес – сверхъестественное чудо, чудо-обнаружение, чудо-наставление. Вероятно, в этом контексте имеется в виду именно сверхспособность, умение творить чудо, умение наставлять. 3. Имеется в виду, что Дивадатта совершил одно из пяти злодеяний, плод которого в обязательном порядке созреет уже в этой жизни, или в момент смерти, и приведет к рождению в аду на огромный период времени. 4. Патимокхаттхапанакхантхака, глава проведения Патимокхи. ЧВ 9.1. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в восточном монастыре, в поместье Матери Мегары. И в то время, в день у Посадхи, Благословенный сидел в окружении собрания монахов. И тогда и достопочтенный Ананда, как наступила глубокая ночь, в конце первой стража, поднялся со своего сиденья, положил верхнее одеяние на плечо, встал перед Благословенным и со сложенными у груди ладонями обратился к нему. Учитель, глубокая ночь наступила. Первая стража окончилась. Собрание монахов вот уже долгое время сидит здесь. Пусть Благословенный начнет декламацию Патимокхи. Когда так было сказано, Благословенный не ответил. И во второй раз, как наступила глубокая ночь, в конце второй стража, достопочтенный Ананда поднялся со своего сиденья, положил верхнее одеяние на плечо, встал перед Благословенным и со сложенными у груди ладонями обратился к нему. Учитель, глубокая ночь наступила. Вторая стража окончилась. Собрание монахов вот уже долгое время сидит здесь. Пусть Благословенный начнет декламацию Патимокхи. Когда так было сказано, Благословенный не ответил. И в третий раз, как наступила глубокая ночь, в конце третьей стража, когда уже близился рассвет, и ночь подходила к концу, достопочтенный Ананда поднялся со своего сиденья, положил верхнее одеяние на плечо, встал перед Благословенным и со сложенными у груди ладонями обратился к нему. Учитель, глубокая ночь наступила. Третья стража окончилась. Близится рассвет, и ночь подходит к концу. Собрание монахов вот уже долгое время сидит здесь. Пусть Благословенный начнет декламацию Патимокхи. Ананда, собрание монахов нечистые. И тогда мысль пришла достопочтенному Макгаллане, в отношение кого благословенный только что сказал, Ананда, собрание монахов нечистые. И он направил свой ум, охватив ему мы всего собрания монахов. И он увидел того монаха, беспринципного, злого, нечистого и сомнительного в своих поступках, скрывающего свои поступки, не являющегося отшельником, хоть и прикидывающегося таковым, не ведущего святую жизнь, хоть и прикидывающегося таковым, внутренне прогнившего, пропитанного страстью, порочного по натуре, что сидит вместе с собранием монахов. Увидев его, он поднялся, подошел к нему и, подойдя, сказал, вставай, друг. Благословенный увидел тебя. У тебя нет ничего общего с собранием монахов. Но тот ничего не ответил. Во второй раз, в третий раз достопочтенный Макгаллана сказал, вставай, друг. Благословенный увидел тебя. У тебя нет ничего общего с собранием монахов. И в третий раз тот ничего не ответил. Тогда достопочтенный Макгаллана схватил того монаха за руку и выставил его за порог, закрыв дверь на засов. Затем он подошел к благословенному и, подойдя, сказал, учитель, я выставил его за порог. Собрание теперь чистое. Пусть благословенный начнет декламацию по Тимокхи собранию у монахов. Неудивительно ли, Макгаллана, не поразительно ли, что этот человек ждал вплоть до того момента, пока его не схватят за руку? 1. Монахи, есть восемь удивительных и поразительных вещей насчет океана, и когда Асуры видят эти факты вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Какие восемь? 1. В океане постепенный шельф, с постепенным спуском, постепенным уклоном, внезапно обрывающийся только после длительной протяженности. 2. Тот факт, что в океане постепенный шельф, с постепенным спуском, постепенным уклоном, внезапно обрывающийся только после длительной протяженности, это первая удивительная и поразительная вещь насчет океана, и когда Асуры видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 2. Далее, океан устойчив не переступает границу прилива. Это вторая удивительная и поразительная вещь насчет океана. И когда Асура видит этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 3. Далее, океан не терпит мертвых тел. Любое мертвое тело в океане прибивается к берегу, и потом океан выбрасывает его на сушу. Это третья удивительная и поразительная вещь насчет океана. И когда Асура видит этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 4. Далее, все великие реки, такие как Ганг, Емуна, Очаравати, Сарабху, Махи, достигая океана, теряют свои прежние имена и считаются просто океаном. Это четвертая удивительная и поразительная вещь насчет океана, и когда Асура видит этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 5. Далее, хотя мировые реки впадают в океан, и дождь падает с небес, все же нельзя увидеть переполнение или уменьшение океана по этим причинам. Это пятая удивительная и поразительная вещь насчет океана, и когда Асура видит этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Шесть, далее, у океана единый вкус, вкус соли, это шестая удивительная и поразительная вещь насчет океана, и когда асуры видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Семь, далее, океан полон множества разных сокровищ, жемчуга, сапфиров, лазурита, перламутра, кварца, кораллов, серебра, золота, рубинов, кошачьего глаза, это седьмая удивительная и поразительная вещь насчет океана, и когда асуры видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Восемь, далее, океан, это обитель многих могучих существ, таких как киты, поедатели китов, поедатели поедателей китов, асуров, нагов, гангхаб. В океане есть существа в 100 лик длиной, 200 лик, 300, 400, 500 лик длиной. Это восьмая удивительная и поразительная вещь насчет океана, и когда асуры видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Таковы восемь удивительных и поразительных вещей насчет океана, и когда асуры видят эти факты вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Точно так же, монахи, есть восемь удивительных и поразительных вещей насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят эти факты вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Какие восемь? Один, подобно тому, как в океане постепенный шельф, с постепенным спуском, постепенным уклоном, внезапно обрывающийся только после длительной протяженности, то точно так же в этом учении и дисциплине постепенная практика, постепенная тренировка, постепенное продвижение, с внезапным проникновением в конечную цель только после длительной протяженности. Тот факт, что в этом учении и дисциплине постепенная практика, постепенная тренировка, постепенное продвижение, с внезапным проникновением в конечную цель только после длительной протяженности – это первая удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 2. Далее, подобно тому, как океан устойчив и не переступает границу прилива, то точно так же мои ученики, даже ценой своей жизни, не нарушат тех предписаний, что я для них установил, это вторая удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 3. Далее, подобно тому, как океан не терпит мертвых тел. Любое мертвое тело в океане прибивается к берегу, и потом океан выбрасывает его на сушу. 4. Точно так же, если человек беспринципный, злой, нечистый и сомнительный в своих поступках, скрывающий свои поступки, не являющийся отшельником, хоть и прикидывающийся таковым, не ведущий святую жизнь, хоть и прикидывающийся таковым, внутренне прогнивший, пропитанный страстью, порочный по натуре, то собрание монахов не имеет ничего общего с этим человеком. Тут же созывая совет, они изгоняют его из монашеской общины. Даже если он сидит среди собрания монахов, он далек от собрания, а собрание далеко от него. Это третья удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 4. Далее, подобно тому, как все великие реки, такие как Ганг, Емуна, Очаравти, Сарабху, Махи, достигая океана, теряют свои прежние имена и считаются просто океаном, то точно так же, когда представители четырех каст, благородные воины, жрецы, купцы, рабочие, оставляют жизнь домохозяина и живут бездомной жизнью в учении и дисциплине, провозглашенными Татхагатой, они отбрасывают прежние имена и кланы, и считаются просто отшельниками, сынами Сакиев. Это четвертая удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 5. Далее, подобно тому, как мировые реки впадают в океан, и дождь падает с небес, и все же нельзя увидеть переполнение или уменьшение океана по этим причинам, то точно так же, хотя многие монахи полностью освобождаются в элементе Нигбаны без остаточного существования, все же нельзя по этой причине увидеть переполнение или уменьшение элемента Нигбаны. 3. Это пятая удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 6. Далее, подобно тому, как у океана единый вкус, вкус соли, то точно так же, у этого учения и дисциплины один вкус, вкус освобождения. Это шестая удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 7. Далее, подобно тому, как океан полон множества разных сокровищ, жемчуга, сапфиров, лазурита, перламутра, кварца, кораллов, серебра, золота, рубинов, кошачьего глаза, то точно так же это учение и дисциплина имеет множество разных сокровищ, 4 опоры осознанности, 4 правильных усилия, 4 основы для сверхъестественных сил, 5 качеств, 5 сил, 7 факторов просветления, благородный восьмеричный путь, это седьмая удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. 8. Далее, подобно тому, как океан, это обитель многих могучих существ, таких, как киты, поедатели китов, поедатели-поедатели китов, асуров, нагов, гандхаб. В океане есть существа в 100 лик длиной, 200 лик, 300, 400, 500 лик длиной. То точно так же это учение и дисциплина, это обитель таких могучих существ, как вступившие в поток и те, кто практикуют для получения плода вступление в поток, однажды возвращающиеся и те, кто практикуют для получения плода однажды возвращение, не возвращающиеся и те, те, кто практикуют для получения плода невозвращения, архат и те, кто практикуют для получения плода архатства, это восьмая удивительная и поразительная вещь насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят этот факт вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Таковы восемь удивительных и поразительных вещей насчет этого учения и дисциплины, и когда монахи видят эти факты вновь и вновь, это доставляет им огромное удовольствие. Затем, осознав значимость этого, Благословенный произнес, дождь не насытит влагой накрытые, и насытит влагой открытые. Открой же закрытые и дождь насытит его влагой. 1. Данный текст идентичен Уданье 5.5, за исключением этого места. В Уданье здесь добавлен один параграф, который в этом месте, в Чулавадге, отсутствует. Однако, он присутствует в отдельном виде в следующей главке Чулавадге, ЧВ 9.2, причем, в более развернутом виде. 2. Некоторые переводчики расходятся здесь с переводом достопочтенного Тханиссара, предлагая такой вариант. В океане постепенный шельф, с постепенным спуском, постепенным уклоном, без внезапного обрыва, и далее аналогично в примере с учением и дисциплиной. Однако достопочтенный Тханиссара не соглашается с таким вариантом, выдвигая четыре контрпункта. 1. Перевод без внезапного обрыва не согласуется со значением имеющегося здесь палийского слова «арьятака», и его родственных форм, в том виде как оно используется в других местах канона. 2. Такой перевод неправильно учитывает грамматику и синтаксис этого палийского предложения. 3. Игнорируется имеющий место реальный факт по поводу континентального шельфа Индии. 4. Излагается неправильное понимание аналогии между океаном и Дхамма Винаей. Более подробная аргументация, в примечании в англоязычном варианте сутты. 3. Здесь в переводе риса девица, судя по всему, ошибка. Он предлагает такой вариант, хотя многие монахи окончательно уходят из сансары, в том виде ухода, который не оставляет следов, всё же Сангха, тем не менее, не кажется более пустой или более полной. Перевод достопочтенного Тханиссара более точный и правильный, и он не предложен в данном русскоязычном варианте. Патимокхатха Панакххан Тхака, глава о проведении Патимокхи. ЧВ 9.2. И тогда благословенный обратился к монахам, отныне я более не буду проводить упасадху или декламировать Патимокху. Вы сами, монахи, будете проводить упасадху и декламировать Патимокху. Невозможно, не может такого случиться, чтобы Татхагата провёл упасадху или продекламировал Патимокху с нечистым собранием монахов. И Патимокху, о монахе, не должен слушать тот, кто совершил нарушение. Кто поступит иначе, будет виновен в нарушении дукаты. Я разрешаю вам, монахе, того, кто виновен в нарушении и кто слушает Патимокху, отлучить от слушания Патимокхи. И вот как, монахе, нужно отлучать. На день упасадхи, четырнадцатый или пятнадцатый день месяца, когда этот человек присутствует, нужно возвестить среди собрания Санхи, пусть достопочтенная Санхха услышит меня. Такой-то и такой-то виновен в нарушении. Ему я назначаю отлучение от Патимокхи, так чтобы она не декламировалась, когда он присутствует. Таким образом наложено отлучение от Патимокхи 1. 1. По мнению Риса Довица и Элденберга, данная главка свидетельствует о том, что она является более поздней вставкой, поскольку вся схема Патимокхи указывает на то, что изначально она была задумана для того, чтобы монах, совершивший нарушение, мог сознаться в проступке во время ее декламации, если он не сделал этого прежде. Панча Сатика Кхантхака, Собор 500. Ч. В. 11. Решение Маха Кассапы. Проведение Собора. Выговор Ананди. Наказание Чанны. Решение Маха Кассапы. И тогда достопочтенный Маха Кассапа обратился к монахам. Однажды я шел по дороге от Павы к Кусинари с большой группой монахов, количеством, примерно, в пятьсот человек. И я сошел с дороги и сел у подножья дерево. В то время голый аскет, подобравший цветок Мандеравы в Кусинари, шел по дороге по направлению к Паве. И я, издали заприметив его, сказал, друг, ты, должно быть, знаешь нашего учителя? Да, друг, я знаю его. Сегодня идет седьмой день, как отшельник Гатама скончался. Вот как я и добыл этот цветок Мандеравы. И тогда, достопочтенные, те монахи, которые еще не освободились от страстей, протягивали руки и рдали, другие стучались головой о землю, иные в горе покачивались взад и вперед с мыслью, слишком рано благословенный скончался. Слишком рано счастливей шипачил. Слишком рано свет погас в этом мире. Но те монахи, которые уже освободились от страстей, переносили горестную весть спокойно и собранно с мыслью, не постоянны все составные вещи. Может ли быть иначе, чтобы они не распались? И тогда, достопочтенные, я сказал этим монахам, довольно достопочтенные. Не плачьте и не рдайте. Не говорил ли нам благословенный, что сама природа близких и родных нам вещей такова, что мы будем разлучены с ними, разъединены с ними, что мы оставим их? Как же может тогда остаться, чтобы что-либо рожденное, возникшее и созданное, содержащее в своей сути необходимость распада, стало бы таковым, чтобы оно не распадалось? Не может такого быть. И в то время, достопочтенные, монах по имени Субхада, оставивший мирскую жизнь уже в старости, сидел среди монахов. И Субхада, принятый в монашество в старости, обратился к монахам, довольно достопочтенные. Не плачьте и не рдайте. Хорошо, что мы избавлены от великого отшельника. Нам докучали наставления вроде, это вам положено, это вам не положено. Но теперь мы можем делать так, как пожелаем. А чего не пожелаем, того можем не делать. И по этой причине Махакасапа обратился к Сангхе, давайте, достопочтенные, соберемся и продекламируем Дхамму и Винаю прежде чем то, что не является Дхаммой распространится, а то, что является ей, будет отброшено. Прежде чем то, что не является Винае распространится, а то, что является ей, будет отброшено. Прежде чем станут влиятельными те, кто спорят против Дхаммы, и слабыми те, кто придерживаются Дхаммы, прежде чем станут влиятельными те, кто спорят против Винаи, и слабыми те, кто придерживаются Винаи. Пусть тогда и достопочтенный Тхера изберет для этого монахов. И тогда и достопочтенный Махакасапа выбрал пятьсот архатов, за вычетом одного. И тогда монахи сказали достопочтенному Махакасапе, учитель, этот достопочтенный Ананда, хоть еще и не достиг полного пробуждения, все же не способен совершить ошибку из-за пристрастия, злого умысла, глупости, страха, и тщательно запомнил из уст самого благословенного Дхамму и Винаю. Пусть учитель изберет достопочтенного Ананду. И достопочтенный Махакасапа выбрал еще и достопочтенного Ананду. И тогда старшие монахи подумали, где же нам декламировать Дхамму и Винаю? И мысль пришла к ним, в Раджагахе можно собрать много подаяний и там много жилищ для монахов. Что если мы проведем сезон дождей в Раджагахе, и будем декламировать там Дхамму и Винаю? И если другие монахи при этом не пойдут в Раджагаху проводить сезон дождей? Тогда достопочтенный Махакасапа вынес постановление перед Сангхой, пусть досточтимая Сангха услышит меня. Если время подходит Сангхе, пусть Сангха назначит этих пятьсот монахов для того, чтобы они заняли монашеские жилища в Раджагахе на сезон дождей, чтобы вместе декламировать Дхамму и Винаю, и чтобы другие монахи при этом не отправились в Раджагаху проводить сезон дождей. Таково постановление. Пусть досточтимая Сангха услышит. Пусть Сангха назначит. Тот из достопочтенных, кто согласен с этим, путь сохранит молчание. Кто не согласен, пусть говорит. Сангха сделала назначение. Поэтому она обезмолвствует. Так я понимаю. Проведение собора. И, таким образом, старшие монахи отправились в Раджагаху, чтобы вместе декламировать Дхаму и Винаю. И они подумали, благословенный почтительно отзывался о том, чтобы ремонтировать ветхие жилища монахов. Давайте в первый месяц сезона дождей отремонтируем ветхие жилища, а в следующий месяц будем вместе декламировать Дхаму и Винаю. И во время первого месяца они ремонтировали ветхие жилища. Достопочтенный Ананда, размышляя, завтра будет собор, мне не подобает идти на него, покуда я еще только ученик, не достигший архатства, целую ночь пребывал в бдительности, медитируя. И под конец ночи, намереваясь лечь, он наклонился, и, прежде чем его голова коснулась подушки, а стопы уже оторвались от земли, в этот самый момент он отбросил привязанности к миру, его ум освободился от загрязнений. И достопочтенный Махакасапа вынес постановление перед Сангхой, если время подходит Сангхе, то я буду задавать достопочтенному Упале вопросы по Винае. И достопочтенный Упале вынес постановление перед Сангхой, пусть досточтимая Сангха услышит меня. Если время подходит Сангхе, то когда достопочтенный Махакасапа будет спрашивать, я буду отвечать. И тогда достопочтенный Махакасапа обратился к достопочтенному Упале, достопочтенный Упале, где была провозглашена первая Параджика, Висали, достопочтенный. В отношении кого она была провозглашена? В отношении Судинны, сына Каланды. В отношении чего она была провозглашена? В отношении сексуальной связи. Так достопочтенный Махакасапа задавал вопросы достопочтенному упали на предмет сути, случая, имевшие отношение к этому случаю персоны, основного правила, дополнений, определения нарушителя, определения невиновного первой параджики. Далее, достопочтенный упали, где была провозглашена вторая параджика? В Раджагахе, достопочтенный. В отношении кого она была провозглашена? В отношении тхании, сына гончара. В отношении чего она была провозглашена? В отношении взятия того, что не было дано. Так достопочтенный Махакасапа задавал вопросы достопочтенному упали на предмет сути, случая, имевшие отношение к этому случаю персоны, основного правила, дополнений, определения нарушителя, определения невиновного второй параджики. Далее, достопочтенный упали, где была провозглашена третья параджика? В Висали, достопочтенный. В отношении кого она была провозглашена? В отношении ряда монахов. В отношении чего она была провозглашена? В отношении убийства человеческих существ. Так достопочтенный Махакасапа задавал вопросы достопочтенному упали на предмет сути, случая, имевшие отношение к этому случаю персоны, основного правила, дополнений, определения нарушителя, определения невиновного третьей параджики. Далее, достопочтенный упали, где была провозглашена четвертая параджика? В Висали, достопочтенный. В отношении кого она была провозглашена? В отношении монахов, проживавших на берегу реки Евагумуды. В отношении чего она была провозглашена? В отношении лжи по поводу сверхчеловеческих достижений. Так достопочтенный Махакасапа задавал вопросы достопочтенному упали на предмет сути, случая, имевшие отношение к этому случаю персоны, основного правила, дополнений, определения нарушителя, определения невиновного четвертой параджики. И подобным образом он задавал ему вопросы по обоим винаям, и по мере того, как он задавал вопросы, достопочтенный упали отвечал. Затем достопочтенный Махакасапа вынес постановление перед Сангхой, пусть досточтимая Сангха услышит меня. Если время подходит Сангхе, я буду задавать достопочтенному Ананде вопросы по Дхамме. И достопочтенный Ананда вынес постановление перед Сангхой, пусть досточтимая Сангха услышит меня. Если время подходит Сангхе, то когда достопочтенный Махакасапа будет спрашивать, я буду отвечать. И тогда Достопочтенный Махакасапа обратился к Достопочтенному Ананде, где, Достопочтенный Ананда, была произнесена Брахмаджала Сутта, Достопочтенный, по пути между Раджагах и Наландой, в царской придорожной гостинице в Аббалатхике. В отношении кого она была произнесена? В отношении странствующего Аскета Супи и Брахмадатты, молодого Брахмана. Так Достопочтенный Махакасапа задавал вопросы Достопочтенному Ананде на предмет случая произнесения Брахмаджалы, имевшей отношение к этому случаю персоны. Далее, Достопочтенный Ананда, где была произнесена Саманьябхала Сутта? В Раджагахе, Достопочтенный, в Манговой Роще Дживаки. В отношении кого она была произнесена? В отношении Аджатасату, сына Ведехи. Так Достопочтенный Махакасапа задавал вопросы Достопочтенному Ананде на предмет случая произнесения Саманьябхалы, имевшей отношение к этому случаю персоны. И подобным образом он задавал ему вопросы по пятенекаем, и по мере того, как он задавал вопросы, Достопочтенный Ананда отвечал. Затем Достопочтенный Ананда обратился к старшим монахам, Достопочтенный, Благословенный в момент своей кончины сказал мне так, когда я уйду, Ананда, пусть Санха, если пожелает, отменит все меньшие и незначительные правила. Спросил ли ты, Достопочтенный Ананда, Благословенного о том, какие из правил являются меньшими и незначительными? Нет, Достопочтенные. Некоторые тхеры тогда сказали, что меньшими и незначительными являются все правила, кроме четырех параджик, другие, что таковыми являются все эти, но еще кроме тринадцати сангхадисис, другие, что все эти, но еще кроме двух аньит, другие, что все эти, но еще кроме тридцати нессаггий, другие, что все эти, но еще кроме девяносто двух пачитти, другие, что все эти, но еще кроме четырех патидесаней. Тогда достопочтенный Махакасапа вынес постановление перед Сангхой, пусть досточтимая Сангха услышит меня. Миряне знают о нас, такие-то и такие-то вещи являются подобающими для вас, отшельников, сынов сакьев, а такие-то и такие-то не являются. Если мы отменим меньшие незначительные правила, то нам скажет, тот свод правил, что отшельник Гатама утвердил для своих учеников, продержался лишь до момента, как задымил его погребальный костер. Покуда их учитель был с ними, до той поры они и соблюдали правила. Как только их учитель умер, так правила они и перестали соблюдать. Если время подходит Сангхе, то, не утверждая того, что не было утверждено, и, не отбрасывая того, что было утверждено, пусть Сангха примет на себя все правила и всегда будет вести себя в соответствии с тем, как они были установлены. Таково постановление. Пусть досточтимая Сангха услышит меня. Пусть Сангха примет на себя все правила в соответствии с тем, как они были установлены. Тот из достопочтенных, кто согласен с этим, пусть сохранит молчание. Кто не согласен, пусть говорит. Сангха приняла на себя все правила в соответствии с тем, как они были установлены. Поэтому она безмолвствует. Так я понимаю. Выговор Ананде. Один, и тогда старшие монахи обратились к достопочтенному Ананде, плохо ты поступил, друг Ананда, что не спросил благословенного о том, какие из правил являются меньшими и незначительными. Признай свою вину. Из-за забывчивости я, достопочтенный, не спросил об этом благословенного. Я не вижу своей вины в этом. Но, тем не менее, из-за моего уважения к вам, я признаю в этом свою вину. Два, а также, друг Ананда, плохо ты поступил, что наступил на одеяние благословенного, когда решил подштопать его одежды. Признай свою вину. Не потому я сделал это, что хотел выразить неуважение благословенному. Я не вижу своей вины в этом. Но, тем не менее, из-за моего уважения к вам, я признаю в этом свою вину. Три, а также, друг Ананда, плохо ты поступил, что разрешил женщинам первыми отдать почести телу благословенного, так что они, родая, осквернили тело благословенного своими слезами. Признай свою вину. Я поступил так, достопочтенный, чтобы не задерживать их до неположенного времени. Один. Я не вижу своей вины в этом. Но, тем не менее, из-за моего уважения к вам, я признаю в этом свою вину. Четыре, а также, друг Ананда, плохо ты поступил, что, хотя предложение было таким очевидным, намек был таким ясным, что давал тебе благословенный, все же ты не попросил его, пусть благословенный останется в мире еще на кальпу. Два. Пусть счастливейший останется на кальпу ради блага и счастья многих, из-за сострадания к миру, ради блага, достатка и благополучия богов и людей. Признай свою вину. Мною владел Мара, достопочтенный, в тот момент, когда я воздержался от того, чтобы просить его. Три. Я не вижу своей вины в этом. Но, тем не менее, из-за моего уважения к вам, я признаю в этом свою вину. Пять. А также, друг Ананда, плохо ты поступил, что приложил усилия к тому, чтобы осуществить прием женщин в Дхамма-Винаю, провозглашенную Татхагатой. Четыре. Признай свою вину. Я поступил так, достопочтенный, размышляя Махападжапатиготами, сестре матери благословенного, его няньке и попечительнице, дававшей ему молоко. Когда та, что родила его, умерла, Махападжапатиготами кормила его грудью как будто молоком матери. Я не вижу своей вины в этом. Но, тем не менее, из-за моего уважения к вам, я признаю в этом свою вину. Наказание Чанны. И тогда достопочтенный Пуран остранствовал через южные холмы в сопровождении большой группы монахов, в количестве пятисот человек. И когда старшие монахи закончили декламацию Дхаммы-Виная, он, побыв в южных холмах столько, сколько считал нужным, отправился в Раджагаю к Вилувании, к Ландаке-Невапе, туда, где находились старшие монахи. Поприветствовав их, он сел рядом. И тогда старшие монахи обратились к нему, друг Пурана, старшие монахи вместе продекламировали Дхамму-Винаю. «Давай ты, тоже, выучи текст, так заученное имя». Тхер хорошо продекламировали Дхамму-Винаю. Но все же, я буду помнить Дхамму-Винаю в той манере, как слышал сам, из уст самого благословенного. 5. И затем Достопочтенный Ананда обратился к старшим монахам. Достопочтенный, Благословенный в момент своей кончины сказал мне так, «Ананда, пусть Сангха, когда я уйду, наложит высшее наказание на монаха Чанну. Друг Ананда, спросил ли ты благословенного, что это за высшее наказание?» «Да, Достопочтенный, Благословенный ответил мне так, «Ананда, пусть монах Чанна говорит, что пожелает, но монахи не должны ни разговаривать с ним, ни советовать ему, ни наставлять его. Так что же, друг Ананда, иди сообщи монаху Чанне о том, что на него наложено высшее наказание. Как мне это сделать, Достопочтенный?» «Этот монах вспыльчив группы». Тогда, друг Ананда, отправляйся вместе с группой других монахов. «Как скажете, Достопочтенный», ответил Ананда на согласие старших монахов. И он взял с собой часть монахов, примерно, пять сотен, сел на корабль, идущий вверх по течению, и сошел на берег в Касамбе, неподалеку от парка царя Удианы. Там он сел под крону дерева. В то время царь Удиана отдыхал в парке вместе с женщинами из своего дворца. И эти женщины услышали, что их учитель, Достопочтенный Ананда, сидит под кроной дерева неподалеку от парка. И они сказали царю Удиане, «Говорят, что наш учитель, Достопочтенный Ананда, сидит под кроной дерева неподалеку от парка. Господин, мы хотим пойти увидеть его». «Ну что же, ступайте и повидайте отшельника Ананду». И они отправились, и, поприветствовав достопочтенного Ананду, сели рядом. И он наставлял, призывал, воодушевлял и радовал их беседой о Дхамме. А затем, когда проповедь подошла к концу, они подарили Ананде пятьсот одеяний, и, восторженно поблагодарив его за беседу, встали, поклонились ему, и, обойдя его с правой стороны, ушли. Царь Дина заприметил их издали, увидев, сказал, «Удалось ли вам повидаться с отшельником Анандой? Да, мы навестили его, господин. А дарили ли вы отшельника Ананду чем-либо? Господин, мы подарили достопочтенному Ананде пятьсот одеяний». Тогда царь Дина злился, возмущался и негодовал, говоря, как отшельник Ананда может принимать в дар столько одежд. Он что, станет бродячим торговцем или откроет лавку? И тогда царь Дина отправился туда, где находился достопочтенный Ананда, и, обменявшись с ним вежливыми приветствиями, сел рядом. Затем он обратился к достопочтенному Ананде, «Приходили ли сюда наши женщины, Ананда? Да, великий царь. Подарили ли они достопочтенному что-нибудь? Великий царь, они преподнесли мне пятьсот одежд. И что же достопочтенный намеревается делать с этими одеждами? Великий царь, я разделю их между монахами, одежды которых износились. А что же достопочтенный намеревается делать с этими изношенными одеждами? Великий царь, мы сделаем из них стеганые покрывала. А что же Достопочтенный намеревается делать со старыми покрывалами? Великий Царь, мы сделаем из них чехлы для подушек. А что же Достопочтенный намеревается делать со старыми чехлами для подушек? Великий Царь, мы сделаем из них коврики. А что же Достопочтенный намеревается делать со старыми ковриками? Великий Царь, мы сделаем из них полотенца для ног. А что же Достопочтенный намеревается делать со старыми полотенцами для ног? Великий Царь, мы сделаем из них тряпки. А что же Достопочтенный намеревается делать со старыми тряпками? Великий царь, мы порвем их на лоскрутки, смешаем с глиной и используем для закладки глиняного пола. Тогда царь Дена подумал, эти сыны Сакиев умело пускают в ход все, и ничего не принимают в качестве имущества одного человека. И он подарил Достопочтенному Ананде еще пятьсот одеяний. Затем Ананда отправился в парк Хаситы и сел на приготовленное для него сидение. И тогда Достопочтенный Чанна пришел туда, где находился Достопочтенный Ананда, и, поприветствовав его, сел рядом. И Достопочтенный Ананда сказал ему, друг Чанна, Сангха наложила на тебя высшие наказания. И что же это, друг Ананда, за высшие наказания? Ты, друг Чанна, можешь говорить монахам что пожелаешь. Но монахи не будут ни разговаривать с тобой, ни давать тебе советов, ни наставлять тебя. Уж не буду ли я подобен мертвецу, друг Ананда, если другие монахи не будут ни разговаривать со мной, ни давать мне советов, ни наставлять меня? Шесть. Сказал Чанна и упал в обморок. И тогда Достопочтенный Чанна грустил и горевал, и, терзаемый угрозениями совести от того, что на него наложили высшее наказание, стал проживать в уединении, пылкий, решительный, старательный. И вскоре Достопочтенный Чанна, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой ученики праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Не будет более перерождения в каком-либо состоянии существования. Так Достопочтенный Чанна стал одним из архатов. И после того, как он достиг архатства, Достопочтенный Чанна отправился к Достопочтенному Ананде и сказал, «Друг Ананда, отмени возложенное на меня высшее наказание». В тот момент, друг Чанна, как ты достиг архатства, высшее наказание, возложенное на тебя, было отменено. Итак, поскольку пятьсот монахов, ни больше, ни меньше, принимали участие в декламации Дхамма Ивиная, эта декламация стала известна как Декламация Пятисот. 1. По замечанию Буддалога Райена, Ананда разрешил женщинам первыми почтить тело Будды, чтобы они могли вернуться домой до наступления ночи. 2. Согласно каноническим комментариям, кальпа есть четырех видов. В данном же случае имелось в виду Айю кальпа, то есть срок примерно в сто лет. 3. Можно двояко трактовать данное утверждение, либо как то, что Ананда, не будучи просветленным, подвергся апатии, и потому не попросил, «Мара здесь – это омрачение ума», либо как то, что Мара, как реально существующее божество, овладел умом Ананды, не позволяя ему ответить. Возможность подобной одержимости нечеловеческими существами подтверждается в ряде мест вина и в суттах канона, например в сатте-сутте. 4. Будучи напрямую спрошенным, Будда три раза отказывал женщинам в том, чтобы они получили возможность вступать в монашескую общину, после чего Ананда подошел к этому запросу с несколько другой стороны. В результате Будда разрешил создать женскую сангху, с полным монашеским посвящением для женщин, хотя при этом ответил Ананде, что из-за этого Дхама в неискаженном виде просуществует всего 500 лет вместо 1000. Вероятно, последнее было сутью данной претензии, высказанной Ананде остальными архатами на соборе. 5. Здесь имеется в виду, что Дхама и Виная были стандартизированы архатами первого собора, то есть приведены в единое целое, с использованием в суттах многочисленных стандартных фраз, отрывков, формулировок, что сразу бросается в глаза, даже если прочесть лишь несколько сутт канона. Достопочтенный Пурана подтверждает, что эта работа была проделана архатами собора превосходно, но, тем не менее, он не желает переучивать в соответствии с новыми стандартными формулировками то, что уже знает, и говорит, что будет помнить именно так, как уже запомнил, лично присутствуя на лекциях Будды. 6. Смотри. Кейси сутта о смерти в учении благородных. Дикхаву Кумара. Ватху. История принца Дикхаву. Махавага, 10, 2, 3, 20. Однажды монахи, в Варанасе, царем Касси был Брахмадатта, богатый, преуспевающий с большими владениями, с многочисленными солдатами и колесницами, владеющий обширными территориями, с забитыми до отказа арсеналами и амбарами. Дикхити был царем Кассалы, бедный, не столь преуспевающий, с небольшими владениями, с небольшим количеством воинов и колесниц, владеющий незначительными территориями с пустыми арсеналами и амбарами. Посему Брахмадатта, царь Касси, снарядив четырехчастную армию, отправился в поход против Дикхити, царя Кассалы. Царь Дикхити услышал, Брахмадатта, царь Касси, как говорят, снарядил четырехчастную армию и отправился в поход против царя Дикхити. Тогда он подумал, царь Брахмадатта, богатый, преуспевающий, с забитыми до отказа арсеналами и амбарами, тогда как я бедный, не столь преуспевающий, с пустыми арсеналами и амбарами, я не выдержу даже одной атаки его армии, почему бы мне заблаговременно не скрыться из города? Тогда, взяв с собой свою первую царицу, он сбежал из города. Тогда царь Брахмадатта, захватив воинов, колесницы, земли, арсеналы и амбары, царя Дикхити, завладел ими и установил свою власть. Между тем, царь Дикхити отправился в Варанаси вместе с царицей и через какое-то время прибыл туда. Там он жил с ней, на окраинах Варанаси в доме гончара, прикинувшись странником. Вскоре царица забеременела, и забеременев, она пожелала увидеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. Она сказала царю Дикхити, «Ваше величество, я беременна, и у меня такой каприз, и я хочу видеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков». Он ответил. «Моя царица, где же нам взять в наши трудные времена четырехчастную армию при параде во время утренней зари и воду, используемую для омовения клинков? Если я не получу это, ваше величество, я умру». В то время Брахман, советник царя Брахмадатты, был другом царя Дикхити. Потому царь Дикхити отправился к нему и по прибытии сказал, «Твоя давняя знакомая беременна и по беременности хочет исполнить такой свой каприз. Она хочет увидеть четырехчастную армию при параде во время утренней зари и выпить воды, используемой для омовения клинков. В таком случае позволь мне увидеть ее». Так царица отправилась к советнику царя Брахмадатты. Когда он увидел ее издали, то, встав со своего сидения, перекинул одежды на одно плечо и, подняв руку в приветствии, воскликнул три раза. «Царь Касалы пришел в твое чрево! Царь Касалы пришел в твое чрево! Не беспокойся, моя царица! Ты увидишь четырехчастную армию при параде!» Во время утренней зари и выпьешь воды, используемой для омовения клинков. Тогда он отправился к царю Брахмадатте и по прибытии сказал ему, «Ваше Величество, знамение пришло, что завтра на заре следует выстроить четырехчастную армию при параде и омыть клинки». Посему царь Брахмадатта приказал своим людям, «Я приказываю, сделайте так, как говорит Брахман-советник». Таким образом, главная супруга царя Дикхити увидела четырехчастную армию при параде во время утренней зари и испила воды, используемой для омовения клинков. Затем она родила сына, которого назвали Дикхаву, «Долгая жизнь». Прошли годы, и принц Дикхаву вырос и стал самостоятельным. Царь Дикхити подумал, «Царь Брахмадатта из Касси причинил нам большой вред. Он захватил наши армии, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Если он узнает о нас, он убьет всех нас троих. Почему бы мне не отправить принца за пределы города?» Так принц, покинув город, жил за его пределами и обучился разным ремеслам. В то время Бродобрей царя Дикхити перешел на сторону царя Брахмадатты. Он видел, что царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси, в доме гончара, притворяясь странником. Увидев его, он пошел к царю Брахмадатте и по прибытии сказал ему, «Ваше Величество, царь Дикхити вместе с супругой проживает на окраине Варанаси, в доме Гончара, притворяясь странником. Посему царь Брахмадатта приказал своим людям, и я приказываю, схватите царя Дикхити вместе с царицей. Как скажете, Ваше Величество, и царя Дикхити схватили вместе с супругой? Тогда царь Брахмадатта приказал своим людям, «Я приказываю, скрутите царя Дикхити и его супругу крепкой веревкой, так, чтобы их руки были плотно связаны за спиной, постригите их на лосо, вводите их под дробь звонкого барабана по улицам от перекрестка до перекрестка, выведите их через южные ворота, и там, на юге от города, разрубите их на четыре части и закопайте в ямах, расположенных в четырех направлениях». Как скажете, и люди царя Брахмадаты скрутили царя Дикхити и его супругу прочной веревкой, плотно завязав им руки за спиной, побрили их на лосо, и водили их по улицам города под дробь звонкого барабана от перекрестка до перекрестка. В то время мысль пришла к принцу Дикхаву, «Давно я не видел своих отца и мать, что если я отправлюсь повидать их?» Так он вошел в город Варанаси и увидел отца и мать, скрученных веревкой, с плотно завязанными руками за спиной, побритыми на лосо головами, которых водили по улицам под дробь звонкого барабана от перекрестка до перекрестка. Принц подошел к ним. Царь Дикхити, увидев принца Дикхаву издалека, закричал, «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» Когда он выкрикнул это, люди сказали ему, «Царь Дикхити сошел с ума! Он бредит! Кто такой Дикхаву? Почему он говорит, «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким!» Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения! «Я не сумасшедший и не в бреду! Тот, кто знает, тот поймет!» И тогда во второй раз, в третий раз он закричал, «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким! Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения!» И в третий раз люди сказали ему, «Царь Дикхити сошел с ума! Он бредит! Кто такой Дикхаву? Почему он говорит, «Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным! Не будь близоруким!» Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения! Месть иссякает за счет прощения! «Я не сумасшедший и не в бреду! Тот, кто знает, тот поймет!» Тогда люди царя, проведя под дробь звонкого барабана царя Дикхити и его супругу по улицам от перекрестка до перекрестка, вывели их через южные ворота и там на юге от города. Они разрубили их на четыре части и закопали в ямах, расположенных в четырех направлениях, и, установив стражу, ушли. Тогда принц Дикхаву купил в Варанасе выпивки и подпоил стражников. Когда они пьяными рухнули на землю, он собрал хворост, сложил костер, водрузил тела матери и отца на него и поджег. А затем он обошел костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. В то время царь Брахмадатта вышел на террасу на крыше своего дворца. Он увидел, как принц Дикхаву обходит костер три раза со сложенными в знак почтения ладонями. И он подумал, несомненно, это либо близкий родственник, либо кто-то из родниц царя Дикхитти. Ах, как жаль, что никто не может объяснить мне, что все это значит. Тогда принц Дикхаву, убежав в лес, плакал и рыдал так долго, пока не кончились слезы, а затем отправился обратно в Варанасе. Отправившись к загону для слонов, что рядом со дворцом царя, он сказал главному дрессировщику слонов, «И я бы хотел научиться этому ремеслу». «Ну что же, молодой человек, пусть будет так». Затем, проснувшись, в последней страже ночи принц Дикхаву запел красивым голосом и заиграл на флейте в загоне для слонов. Царь Брахмадатта, который также проснулся в это время, услышал красивое пение и звуки флейты в загоне для слонов. Услышав, он спросил своих людей, кто это встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов. «Ваше Величество, это молодой человек, ученик такого-то и такого дрессировщика слонов, встал в последней страже ночи, пел красивым голосом и играл на флейте в загоне для слонов. Тогда я приказываю, схватите этого молодого человека». «Как прикажете, Ваше Величество?» И они пошли и схватили принца Дикхаву. «Тогда царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву, «Это ты вставал в прошлую последнюю стражу ночи, красиво пел и играл на флейте в загоне для слонов?» «Да, Ваше Величество?» «Тогда я приказываю, мой дорогой друг, пой и играй на флейте, как пожелаете, Ваше Величество. И чтобы завоевать расположение царя, принц Дикхаву стал красиво петь и играть на флейте. Тогда царь Брахмадатта сказал ему, «Я приказываю, ты, мой дорогой друг, останешься и будешь служить мне». «Как скажете, Ваше Величество?» Ответил принц. Он вставал утром до того, как просыпался царь Брахмадатта. Ложился вечером после того, выполняя все, что царь пожелает. Делал всегда так, чтобы угодить ему, говорил с ним вежливо. И вскоре принц Дикхаву утвердился у царя в Брахмадатте в доверии. Однажды царь Брахмадатта сказал принцу, «Я приказываю, мой дорогой друг, запряги колесницу и отправляюсь на охоту». «Как скажете, Ваше Величество?» Ответил принц. Приготовил колесницу и сказал царю, «Ваша колесница готова, Ваше Величество, можете отправляться, когда пожелаете». Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхаву взялся за упряжь. Он сделал так, что свита царя поехала одной дорогой, а колесница с царем другой. Затем, когда они отъехали достаточно далеко, царь Брахмадатта сказал принцу Дикхаву, «Я приказываю, мой дорогой друг, распряги коней. Я устал. Я хочу прилечь». «Как скажете, Ваше Величество?» И принц распряг коней и сел со скрещенными ногами на землю. Тогда царь Брахмадатта прилег, положив голову на ладони принца Дикхаву. Поскольку он устал, то быстро заснул. Принц Дикхаву подумал, «Этот царь Брахмадатта из Касси причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Он вытащил свой меч из ножен, но затем он подумал, «Мой отец сказал мне перед смертью, «Не будь, дорогой Дикхава, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения». Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. Посему он убрал меч обратно в ножны. Во второй раз. В третий раз принц Дикхаву подумал, «Этот царь Брахмадатта из Касси причинил нам большой вред. Он захватил наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. Из-за него убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Он вытащил свой меч из ножен, но затем подумал, «Мой отец сказал мне перед смертью, «Не будь, мой дорогой Дикхава, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения, месть иссякает за счет прощения». Было бы неправильно, если бы я нарушил просьбу своего отца. И опять он убрал меч обратно в ножны. Теперь царь Брахмадатта внезапно проснулся, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества. Принц Дикхава сказал ему, «Ваше Величество, почему вы внезапно проснулись, напуганный, взволнованный, обеспокоенный и лишенный мужества?» Только что мне приснился сон, будто бы принц Дикхава, сын Дикхити, царя Касалы, зарубил меня мечом. Тогда принц Дикхава, схватив царя Брахмадату за голову, своей левой рукой и, вытащив меч из ножен правой, сказал, «Я, Ваше Величество, тот самый принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы. Вы причинили нам большой вред. Сохватили наши войска, колесницы, земли, арсеналы и амбары. И вы убили моих отца и мать. Теперь настал мой шанс отомстить». Посему царь Брахмадатта, упав головой к ногам принцу Дикхаву, сказал, «Даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву, даруй мне мою жизнь, мой дорогой Дикхаву. Кто я такой, чтобы даровать жизнь вашему Величеству? Это Ваше Величество должно даровать жизнь мне». «Тогда, мой дорогой Дикхаву, ты даруешь мне мою жизнь, а я дарую тебе твою». Тогда царь Брахмадатта и принц Дикхаву даровали друг другу свои жизни и, взяв друг друга за руки, дали клятву не причинять друг другу вреда. Тогда царь Брахмадатта сказал принцу, «В таком случае, мой дорогой Дикхаву, запрягай колесницу, мы поедем». «Как скажете, Ваше Величество», ответил принц, приготовил колесницу и сказал царю, «Ваша колесница готова, Ваше Величество? Можете отправляться, когда пожелаете». Тогда царь Брахмадатта забрался в колесницу, а принц Дикхаву взялся за упрыж. Он поехал так, что вскоре они встретились со свитой царя. Тогда царь Брахмадатта, въехав в Варанаси, собрал советников и министров, сказал им, «Если бы увидели принца Дикхаву, сына Дикхити, царя Кассала, что бы вы с ним сделали?» Разные министы отвечали, «Мы бы отрезали ему руки, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему руки, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему уши, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему нос, Ваше Величество. Мы бы отрезали ему уши и нос, Ваше Величество. Мы бы отрубили ему голову, Ваше Величество. Тогда царь сказал, — Вот принц Дикхаву, сын Дикхити, царя Касалы. Я запрещаю вам сделать с ним что-либо. Им дарована мне моя жизнь, и я даровал ему его жизнь. Затем царь Брахмадата сказал принцу, — Твой отец кричал тебе перед смертью, — Не будь, мой дорогой Дикхаву, дальновидным, не будь близоруким, ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения. Месть иссякает за счет прощения. Почему он так сказал? Мой отец сказал мне перед смертью, — Не будь дальновидным, не питай отомщения в течение долгого времени. Вот, что он мне сказал перед смертью. И когда он сказал, — Не будь близоруким, не спеши с разрушением дружбы. Вот, что он мне сказал перед смертью. И он сказал, — Ведь отомщение не иссякнет за счет отомщения. Месть иссякает за счет прощения. И вы убили моего отца и мать. Если бы я лишил ваше величество жизни, то те, кто заботятся о вашем благополучии, лишили бы жизни меня, а те, кто заботятся о моем благополучии, лишили бы жизни их. И таким образом отомщение не иссякло бы за счет отомщения. Но теперь, когда я даровал вашему величеству жизнь, а ваше величество даровало мне, месть иссякла за счет прощения. Вот о чем говорил мой отец перед смертью. Тогда царь Брахмадатта сказал, — Как поразительно! Как восхитительно! Как мудр принц Дикхаву, что он смог понять так полно то, что его отец сказал коротко. И так царь возвратил принцу войска его отца, колесницы, земли, арсеналы и амбары, и выдал за него свою дочь. Такова монахи, терпимость и доброта царей, владеющих скипетром, владеющих мечом. Посему пусть свет озарит ваш жизненный путь, так, чтобы и вы, наделенные Дхаммой и Винаей, были бы равны им терпимости и доброте. Субтитры создавал DimaTorzok